Ну а мы продолжаем, дорогие друзья! И мне подсказывает режиссёр нашей трансляции, что у нас готова экологическая презентация студентов инженерного факультета! Я недавно на свет появился, начал сразу же всё узнавать. Но зачем мир вокруг изменился, до сих пор не сумел я понять. Вот наш дом, а за ним лес и речка. Этот лес нам давал кислород, но туда привезли человечков и построили серый завод. Там рабочие варят резину, там и трактор всё время ревёт, и от вредного чёрного дыма у меня зачесался живот. А ещё на поляне напротив, где я суслика летом видал, из мотора вонючую гадость прям на землю водитель сливал. А мой друг Александр Кутузов рассказал, как ловил карася, он по озеру плыл кверху пуза, но теперь его кушать нельзя. Приезжали две тёти и дяди, взяли воду в полосмассовый бак, а потом пришёл кто-то в халате и воткнул запрещающий знак. Больше нету футбольного поля, крусилий с качелями нет. Вместо них супермаркет построят и стоянку, но это секрет. Вот скажите мне, люди большие, отчего получается так? Вы с природой в гармонии жили, а для нас вы оставили шлак. Чтобы вам идти в ногу с прогрессом, чтобы денег побольше урвать, вы решили пожертвовать лесом, а на нас вам совсем наплевать. Вы играли в футбол на поляне, мы на стройке рискуем с собой, вы на великах кучи гоняли, мы в онлайне сидим за игрой. Очень скоро мы станем большими и каток на стоянках зальём. Мы, конечно же, будем другими, если в этой грязи не помрём. Знаем точно оно в наших силах, возродить это время чудес. И на ваших дурацких машинах мы гвоздём нацарапаем лес. Наши фабрики будут без дыма, в парках будут цветочки цвести, будет снова природа любима, дайте только чуть-чуть подрасти.